Башкортостан Зарив Закирыч, рад приветствовать вас в студии РБК Уфа. Зрителям напомню, что программу «Взгляд» можно не только смотреть на нашем телеканале. Слушайте нас на радиостанции наших партнеров «Бизнес-ФМ Уфа» 107,5 FM. Зарив Закирыч, начнем с темы защиты бизнеса. Какой законопроект внесен в Госдуму по возбуждению уголовных дел? Я знаю, что идет декриминализация, все о ней говорят. Какие есть подвижки в этой части? Эти законы внесены и правительством РФ, и Верховным судом РФ. В первую очередь я хотел бы отметить внесение изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-профессуальный кодекс РФ. Это в случаях, когда уголовное дело возбуждается в отношении предпринимателей, либо лиц в отношении экономической деятельности. Это статья 160-я, присвоение либо РФ, либо 159-я мошенница, часть 1-я. Когда человек впервые совершил преступление и возместил причиненный ущерб, то уголовное дело подлежит прекращению. Повторюсь, когда человек совершил впервые преступление. И в то же время есть случаи, когда не выплачивается заработная плата. И в этих случаях, если, например, после возбуждения уголовного дела за невыплату заработной платы в течение двух месяцев работодатель заплатил заработную плату с процентами, с пенями работнику, то уголовный дел также будет прекращаться. Ведь работнику самое главное получить заработную плату свою, не стиль, чтобы этот предприниматель сидел в тюрьме. Поэтому я считаю, что это правильно и, соответственно, конечно, будет меньше лиц в колониях. Кстати, одну цифру назову. В колониях у нас все меньше и меньше осужденных. Пример. Если 2000-х годов... Осужденных всего или осужденных предпринимателей? В том числе предпринимателей. Если в начале 2000-х годов у нас в колониях находились в изоляторах 1 миллион 97 тысяч человек сидели, то сейчас на 1 декабря 2018 года 567 тысяч человек находятся в изоляторах и в колониях. То есть практически в два раза больше. В то же время в США 2 миллиона 200 тысяч человек сидят в колониях. То есть вы видите, какая разница есть. Ну там и население немного побольше. Вот здесь законопроект. Когда он может заработать, по вашим прогнозам? Законопроект, он вступил в силу с 8 января текущего года. И буквально вот она уже начала действовать. То есть это уже действующий закон, уже есть какие-то первые подвижки, да? Да. Еще один законопроект мы сейчас рассматриваем. Первым счетом мы его уже приняли. Тоже внесение изменений в УПК Российской Федерации. Это 108-109 статью Уголовно-профессионального кодекса Российской Федерации. Также касается и предпринимателей в том числе. Вот у нас ведь уголовное дело возбуждают. Что интересно, для того, чтобы не было вопросов возбуждать по статьям, которые отношения не имеют к предпринимательству. Ну, как правило, это 159 статья мошенничества. И потом его постоянно продлевает содержание по страже. Так вот, мы вносим изменения в УПК, для того, чтобы не было случаев продлевания. Если, например, это касается не только предпринимателей, но и всех граждан. Среди должен обосновать, почему именно вот это действие, которое он просит для совершения, которое просит продлевать содержание по страже, он раньше не совершал. Потому что бывает так, что, хотя об этом говорил и президент страны в своем послании, что человек сидит в колонии, следовательно, никакие действия не совершает. Потом приходит срок содержания по страже, обращается в суд, чтобы его продлить. Таких случаев впредь не будет, когда мы этот закон примем, потому что там четко прописано, почему это действие он не совершал ранее. И если суд придет к выводу, что можно было совершать раньше, то суд будет отказывать и будет освобождать из-под стражи вот это. Здесь получается нивелирование такой коррупционной составляющей, когда просто предприниматели, грубо говоря, мариновали в этих камерах предварительного заключения, чтобы что-то с них поиметь. Правильно я понимаю? Кстати, вот еще по внесененным изменениям в уголовный процессорный кодекс Российской Федерации, который вступил с 1 января этого года, там даже очень такие значения изменения в пользу предпринимателей. Например, у нас ведь как случается, например, конкурент описал заявление в органы внутренних дел, что такой-такой-такой-такой-то действие совершает. Органы внутренних дел приходят, изымают компьютеры, всю информацию, и работа этого предприятия стала. Конечно, оно придет в банкротство. Для того, чтобы таких случаев не было, чтобы работу предприятия не остановить, они не имеют права изымать носителя информации. То есть вот всю информацию, бухалдискоттус, там есть буквально перечень несколько оснований, когда они могут изымать. И то должны быть копии сняты для того, чтобы предприятие продолжало работать. Я думаю, тоже это будет поддержка нашего бизнеса. Уже какие-то есть предварительные, может быть, данные или прогнозы? Опять же, может быть, насколько сократится количество уголовных дел против предпринимателей? Хотя бы ориентировочные прогнозы. Вообще уголовный дел на предпринимателя сокращается с года в год. По нашим данным, если эти законы сейчас заработают, они сейчас только-только начали работать, примерно на треть снизится уголовный дел в отношении предпринимателей и сидящих, соответственно, в колониях. На одну треть. Вы говорили о том, что в первый раз, кто совершил такое преступление, тех освобождать от уголовной ответственности. А на ваш взгляд, это не будет ли с таким своеобразным сигналом, то, что если хочешь совершить преступление, делай его, ну так скажем, большим и таким, ну, готовься к первому преступлению, да, и делай его большим, тебя не накажут. Не будет ли здесь такой ситуации? Ну, я поэтому сказал, что это должен быть впервые. То есть человек ранее преступление не совершал. То есть он знает, что это не по ошибке, не по незнанию произошло. То есть человек умышлен, когда он не первый раз. Поэтому это должен быть впервые и преступление небольшой тяжести. Это вот касается того, что я говорил, это касается только части первой, 159, 160 части первой. То есть это небольшой тяжести. А по тяжким преступлениям, или когда совершил человек, который ранее был судим за наличие преступления, конечно, уже в отношении его главное дело не будет прекращено. Я думаю, это справедливо. Сейчас хочу перейти к теме о внесении изменений в ФСЗ, о страховании вкладов физлиц в банках России. Хочется поподробнее про это у вас узнать. И каким образом это будет касаться как раз-таки малых предпринимателей, небольших компаний? Да, мы внести изменения в ФСЗ закон о страховании вкладов граждан. То есть вы знаете, что 1 миллион 400 тысяч вкладов граждан застрахованы. И в то же время вклады или сами счета, находящиеся в банках, у малых предприятий и микропредприятий не застрахованы. Но очень часто случается, что недобросовестные руководители банков выводят банк в банкротство, выводят средства, либо отзывают лицензию. И предприятия не могут деньги вытащить, потому что это посильнее учат, и сама процедура банкротства очень длительная. А это приводит к тому, что для малых предприятий 1 миллион 400 тысяч это большие деньги. И они не могут выплатить заработную плату, не могут заплатить налоги. Соответственно, эти органы обращаются в суд, налагается арест на имущество этого предприятия малого, и они прекращают существовать. То есть это душится предприятие. Для того, чтобы таких случаев не было, этим внесенным изменением мы предусматриваем, что также средства малых и микропредприятий будут застрахованы государством на 1 миллион 400 тысяч рублей. То есть, если даже банк обанкротился, отозвали лицензию, деньги из агентства страхования вкладов они получат в течение буквально двух недель. Ориентировочные объемы для страховки компаний, их же много десятков тысяч по России, это ведь приличная сумма получается, если держать страховку для таких компаний. Где взять эти средства? Ну, это уже рассчитали. Конечно, это будет помощь со стороны Центрального банка Российской Федерации, потому что само только агентство по страхованию вкладов не сможет справиться с таким объемом выплаты страховых для малых и микропредприятий. Ну, в принципе, это вот такая мера поддержки нашего предпринимателя. То есть, уже разговор с Банком России был? Банк разговор был. Этот закон, кстати, вступил в силу с января этого года, то есть она начала работать. Так что это тоже очередная такая большая помощь нашим предпринимателям. Мы настолько уже привыкли, что это все находится в законопроектах, как бывают некоторые вещи уже принятые. Ну, будем следить обязательно за исполнением этого закона и каким результатом он, собственно, приведет. Я думаю, что малые предприятия многое об этом и не знают. Я думаю, что узнают, увидев вашу передачу. Вот, как раз-таки, да. Опять же, хочу перейти к следующему законопроекту, который, опять же, вы выдвигали в Госдуму. Насчет такой темы, когда судебные приставы списывают со средств граждан так называемые социальные средства, социальные деньги, которые предназначались либо на учебу, либо это материнский капитал. Это все происходит, получается, от незнания. Вот законопроект, который вы предлагаете, он будет, так скажем, информировать судебных приставов, откуда и для чего эти деньги, чтобы они их не забирали. Это большая, на самом деле, проблема. Я с этим сталкивался, когда работал руководителем федеральной службы судебных приставов по Республике Башкотовстан. Сегодня законом предусмотрено, что на алименты, социальные вылупы, возмещение вреда, которые получают граждане, там их очень большой перечень, ни служба судебных приставов, ни другие органы не имеют право налагать арест. Но проблема заключается в том, что направляется запрос в кредитное учреждение, в банки и деньги списка, потому что и банк не знает, и пристав не знает, что это за деньги. Когда уже граждане обращаются, хотят вернуть обратно, это очень долгий процесс, там несколько месяцев занимает, и не все там некоторой рукой махают, что я не буду ходить. Я считаю, что это ненормально, поэтому среди законопроектов, чтобы этого не допустить, и даже сам арест этого денежных средств, мы вносим изменения в три закона. Это закон о бесплатном производстве, гражданский кодекс и кодекс об административных правонарушениях. Закон о бесплатном производстве мы внесли, мы его буквально недавно на днях приняли. Но она пока не будет работать, пока мы не внесли изменения в гражданский кодекс и КОАП Российской Федерации. Я законопроекты сам веду в Госдуме. Я собирал уже три раза такое совещание с участием представителей Минюста Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Сбербанка, Федеральной службы судебных приставов. Пока есть еще несколько вопросов, которых мы до конца не решили. В первом чтении вот эти законопроекты мы приняли, вот сейчас готовим к второму чтению. Суть в чем заключается? Мы предполагаем, что если, например, деньги социального характера, кстати, даже заработную плату, которую человек получает ежемесячно, полностью не имеют права арестовывать. А когда они поступают в банк, сразу же арестовываются. Работодатель по законопроекту, работодатель, когда направляет деньги в банк, должен указывать, что за эти средства. То есть, например, заработные платы, это или пособия, это командировочные, это возмещение вреда, деньги предназначенные. И если же предприятие это не указало, мы предусматриваем, что она будет нести ответственность административную, штраф будет оплатить. Следующий этап. Банк увидит, что деньги социального характера. Если приходит постановление о судебном приставе или от других органов, он не имеет права деньги арестовывать. Если же он арестовал деньги, направил в службу судебных приставов, то банк будет оплачивать штраф. То есть, чтобы тоже был ответственность. Потому что если не будет ответственности, закон не будет работать. Сейчас вопрос, в чем заключается, чтобы какие органы это будут контролировать. Мы определили пока, что в отношении предприятий будет контролировать федеральная служба судебных приставов. В отношении банков будет центральный банк Российской Федерации. Мы предусматриваем сейчас штрафы. Кстати говоря, там же будет предусмотрено и ответственность в отношении, в том числе, физлиц. Если, например, они направили алименты, к примеру, и не указали эти алименты, а по ошибке арестовали, то тоже даже в нести ответственность. Сумма штрафов хотя бы ориентировочная для банков? Там штрафы для физлиц небольшие, от 500 до 2000 рублей, а для банков от 50 и выше. Предусматриваем. Если говорить о финансовом аспекте, это вопрос, какие прогнозы по последнему законопроекту? Просчитывали уже? Да, мы просчитывали. По прогнозам, если мы закон примем, то таких ошибок не должно быть. То есть, по-другому сказать, эти деньги будут окрашены. То есть, вот эти деньги поступили, то есть, начиная с работодателя, то есть, с предприятия, в банках, эти деньги, они будут, знаешь, что деньги, табу, нельзя их трогать, арестовывать. То есть, там будут специальные коды, к этим суммам. И по кодам они будут знать, что эти деньги нельзя арестовывать. И, конечно, я считаю это правильным, потому что, ну, это же зарплата, это же пособие детей. То есть, не должны люди ходить там, мучиться, не получая свои средства. А не будет ли такого, что, раз нужно следить за этими перечислениями, создается отдельный департамент, да, в службе судебных приставов, отдельные люди выделяются, а в итоге долги у людей как висели, так и висят, и у них, кроме вот этих накоплений, то ничего другого нет. Кстати, департамент создан не будет, потому что в Федеральном службе судебных приставов никаких там нагрузки не будет, потому что они будут работать только по обращениям. Если, например, было обращение гражданина, что у него арестовали средства, они будут провести проверку, почему такое произошло, чья это вина. Если это вина предприятия, значит на предприятии. Если это вина банка, значит на банка должен составляться протокол. Потому что это уже будет чисто их вина. Я считаю, что это правильно, но когда люди ходят, не могут свои деньги получить. А сегодня таких вот очень много, я вам скажу честно, потому что при этом направить запросы в банк, то есть он не знает, что за деньги. И банки, все средства, которые там есть, они полностью арестовывают и направляют. У меня, кстати, есть пара-тройка людей, которые по ошибке перечислили в свои старые банки, где были какие-то незакрытые долги и так далее. И вот у них просто вот все эти накопления, они сразу были арестованы и так далее. Но они как раз-таки были, как вот так называемые, социальные деньги. Зарев Закирович, я благодарю вас за беседу. Зрителям напомню, что сегодня мы обсуждали новые законопроекты вот республики Башкортостан. Слушайте нас также на радиостанции «Бизнес-ФМФА-107,5». Моим собеседником сегодня был депутат Государственной Думы Российской Федерации Зарев Байгускаров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова